Фильм Дюна, без сомнения, одна из самых ярких премьер этого года, наконец-то открылся для проката по всему миру. В том смысле, что только на прошлых выходных кино вышло в американских кинотеатрах и в Китае, несмотря на одновременный релиз с HBO Max, показав уверенный старт в более чем 40 миллионов за уикенд. Таким образом, касса Дюны уже перемахнула за 220 миллионов и продолжает стремительно расти, а многие, как о решенном вопросе, говорят уже о второй части. Собственно, так оно и получилось, потому что только на этой неделе вторая часть официально получила зеленый свет. Хотя там еще имеется множество подводных камней, об этом чуть позже. Ну и второй вопрос. В данное время вокруг Дюны разгорается довольно неприятный скандал, когда Warner Bros. для китайского релиза заменили темнокожую героиню, в очередной раз дав повод говорить о подобострасти Голливуда перед Китаем. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ну а теперь давайте по порядку. Сперва все-таки о второй части Дюны. Ведь, как прекрасно знают те, кто читал хотя бы первую книгу цикла, фильм этого года показал максимум половину, а как мне кажется, то даже может и меньше от ее событий. Да и в принципе, и так понятно, что его концовка была совершенно открытой. Более того, ранее в сети уже появились сведения, мол, Warner дали зеленый свет продолжению. Генеральный директор Warner Media Н. Сарнов намекала еще раньше, что вторая половина саги определенно находится на повестке дня. Что же, на этой неделе слухи наконец обрели осязаемую форму. Legendary, обладающие правами на экранизацию книг Герберта, дали наконец зеленый свет Дюни 2. И даже уже успели назначить ее дату выхода в октябре 2023 года. Что же, после такого сам режиссер Дэни Вильнев взял слово и немного расставил точки над «ы». Цитирую. Это фантастические новости, но это также своего рода бремя. Хорошая новость в том, что уже проделана большая работа по дизайну, кастингу, локациям и написанию сценария. Так что мы не начинаем с нуля. Это небольшой период времени, но я постараюсь ответить на этот вызов, потому что для меня важно, чтобы аудитория увидела вторую часть как можно скорее. Это не продолжение, где это очередной эпизод или другая история с теми же персонажами. На самом деле это прямое продолжение первого фильма. Это вторая часть большого, огромного фильма, над которым я пытаюсь работать. Так что чем раньше, тем лучше. У нас еще много работы. Вероятно, скорее всего, мы начнем следующей осенью, и даже это будет быстро. Ну то есть, как вы понимаете, режиссер дает нам знать, сколь огромную подготовительную работу им еще предстоит провести. Это довольно быстрый поворот для такого масштабного фильма, особенно если учесть конфликты в расписании, которые могут возникнуть, учитывая, насколько загружена большая часть актерского состава, плюс все ковидные проблемы еще никто не отменял, да и другие проблемы, как та, о которой речь пойдет сейчас. А именно о скандале, который в данное время начинает разрастаться вокруг Дюны, а именно ее китайского релиза. Дело в том, что для постера фильма, адаптированного для КНР, было решено убрать героиню Шерон Дункан Брюстер, британской актрисы, которая сыграла имперского планетарного эколога Льета. В книге, правда, это был мужчина, но не суть. Короче, героиня темнокожей британки загадочным образом вдруг исчезла с плаката Дюны, ориентированного на Китай. Вместо нее на нем появился доктор Юэ, персонаж азиатской внешности, которого играет тайваньский актер Чанг Чен. Вроде как и не слишком важное событие, да и всем понятны его причины, ворнеры просто решили подогнать для китайского зрителя кого-то своего, но ведь вы знаете, как сейчас все болезненно относятся к любому вопросу, связанному с расой. Тем более, что устранили именно единственную темнокожую героиню. Мне даже попадалась где-то в интернете информация, что якобы сцены с темнокожим экологом для китайского релиза специально еще и подрезали, но я сам, правда, не видел именно тот вариант, и не подтвердить, не опровергнуть тут ничего не могу, тем более, что и постера в Дюны хватило, чтобы в сети разгорелась некислая буча. Warner Bros. сейчас обвиняют вовсю в потаканию Китаю, в очередном прогибе и так далее, и тому подобное. Понятно, что в глобальной перспективе вряд ли данный скандал повлечет прям какие-то сверхсерьезные последствия, но прямо сейчас это довольно весомый инфоповод, и пока что скандальчик только набирает обороты, а Warner'ов уже в чем только не винят. Вот такие они две занятные, как по мне, детали, связанные с Дюной. Для нас, конечно, куда важнее вопрос о второй части. Что ж, подписывайтесь прямо сейчас на наш канал и нажимайте на колокольчик, так вы точно первыми узнаете, когда все дело разрешится, ведь мы постоянно мониторим всю новостную повестку и оперативно вас информируем. А сейчас пишите ваши комментарии и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.